привет родные привет роднульки что я хотел тебе сегодня сказать тогда обратил внимание то что ты много учишься там сдаешь экзамены там куда-то планируешь поступать много работаешь вообще себя не жалеешь ноги подкашиваются но ты все равно же дальше идешь зубы вырывают ты полежал немножечко встал вошел дальше вот так вот вверх смотришь вот так вот да да твои цели еще много и много и ты даже не понимаешь как долго еще идти туда и что я замечаю ты никогда не сдаешься хочется сказать тебе когда кончаются силы включается характер и я убеждаю что ты не только сильный умный и эрудийный человек но еще и красивый не забывай обязательно улыбаться потому что улыбки и смех поправляют повышают здоровье и иммунитет ну соответственно и настроение а в такие непростые моменты а может быть и простые я лично чувствую как много ты сил тратишь и поэтому сегодня я решил сделать для тебя просто небольшой момент полтора часового отдыха и сделала этот ролик чтоб ты немножечко насладился расслабился и понял что ты так много хреначишь поэтому немного отдохни чтобы потом сделать гораздо больше мы начинаем богини свидания свидания под водой погнали но перед просмотром видео попрошу вас подписаться на свой телеграм-канал потому что там мы скидываем еще одни видео которые выходят на бусте а скоро я сделала розыгрыш трех бесплатных полугодовалых подписок на бусте поэтому подписываемся пишем свои там комментарии участвую ну и просто наслаждаемся жизнью погнали привет меня зовут саша но друзья меня зовут самка богомола мне 30 лет у меня свой суп то бишь ты хочешь намекнуть то что ты таракан так понимаю да таракан тараканище бизнес я имею два салона красоты как я пера либо она азиатка любит жрать насекомых на рыбалку чтобы не поедешь всех опарыш и ешь трава симпатичные ребята цитровое место как раз для меня меня зовут вика чудакова я стилист дизайнер продюсер и флиси танцор ну короче много чего у тебя интересный образ нужно сказать она молодец с полуслова достал уже такая straight girl это необычно для 24 года показалось мне неадекватной подбирает неадекватные выражения я таких даже не знаю что такое строит герл внутри существует и такие типичные девочки которые ходят такие супер обычные места и ищут богатых мужчин но это неплохо я это не осуждаю но это вот такой вот именно вайб зафиксировали да записали девочки соответственно да кому если нужно и мальчики тоже мужчины я извиняюсь хотим встретить таких ходим в обычные места то бишь откуда она знает она видимо по образу ходит не в обычные места по барахолкам шарится что там воруют у детей помаду она вот здесь вот то есть я тут база вот здесь уже вот я пока что не то но я уже не база вот она и сегодня у нас конечно нормально так собрали всех богини свидания прямо таких самых лучших привет меня зовут аня и у меня уже есть бриллиантовый пояс по свиданиям я творческий ураган волшебный единорог и я готова делать этот мир чуточку сказочнее я думал ты детский аниматор как это для детей получится сказку сделать нас ты ничем не удивишь то что она окрасилась ты молодец умеешь а ты аниматор хорошая попытка я фотограф но мы видим сразу до шеи фотоаппарат висит пленочки там всякие сумочки перебор небольшой ну большой я комментировать не буду я просто я до речи потеряла даша как будто не в ту дверь зашла таком внешнем виде в принципе нельзя выходить из дома как можно зайти клоуном марионетка или кто она я даже не пьяна девочки простите конечно но я считаю что богини свидания потому что а я буду самой незабываемой девушкой в его жизнь ну да такое не забыть сто процентов я думаю что девчонки мне не конкурентки я буду богиней свиданий если ты в сорок никулина пошла туда конкуренции вообще бы никакой не было что я адекватная красивая и одна из них не не конкурентка потому что одна мальчика интересное количество пластических операций на ней я в этом мире начал немножечко запутываться если честно потому что вроде бы кажется что да они говорят что нет а шоврут что ли это разве все увидит же узнает уже накажет потом а вторая не формат не подойдет я считаю что я стану богиней свиданий потому что я офигенная и но если меня не выберут то я не буду расстраиваться потому что чел просто слишком стройки по вот и в аптеке отработаться носит название знает странные легко запоминает что первый может взять внешностью типичной последний может взять свои мило то что он такая кьюти но я могу взять харизмой богине привет привет меня зовут рома как громанов это шоу богиня свиданий добра кстати говоря у романка громанова недавно прям был день рождения но рома не любит когда его поздравляют поэтому рома иди в жопу с днем рождения пожаловать вы все-таки сюда пришли как бы бороться за титул богини свиданий но а вдруг наш жених вам тоже приглянется вы готовы его увидеть конечно уже не терпится тогда внимание на экран это георгий хацешвили ему 22 года по знаку зодиака рыбы пацанчик нормальный можно его апгрейдить конечно и тогда возможно он будет такой супер кей-поп айдол и мобиас потенциалом вот гордиться тем что хорошо поет играет на гитаре и фортепиано предпочитает красивых и ухоженных девушек также для него важны преданность верность и замуж сачи музыка это мое хобби этого призвание поэтому мы обязательно сниму а сойдемся на этом споемся несмотря на наш возраст я вижу ты любишь играть на губной гармошке чувствуется все талант есть давайте конечно же послушаем что он сам вам скажет пожалуйста внимание на экран привет девчонки меня зовут георгий мне 22 года я занимаюсь музыкой как ни странно но течение всей жизни уже давно как будто тут уже отпустил сходил там девчонка я уже занимаюсь музыкой давно и вот все потихоньку надо чтобы побыстрее видео снять чтобы отпустила иду к этому и надеюсь мы с вами проведем хорошо время я вам попою потанцуем кекс поедим на пианино кстати умею тоже играть я думаю будет максимально романтично всех вас жду надо поговорить надо послушать песни надо надо пообщаться девушки как и всегда в нашей программе вам нужно придумать свидание которое точно покорит георгия та девушка которая наберет больше всего баллов победит и станет богиней свиданий я желаю вам удачи увидимся с вами на финале я думаю что я выиграю потому что я крутая очень харизматичная очень веселая очень астроумная и я думаю что он любит мою супер харизму титул богини свиданий быть моим потому что мы и попоем с ним и по активничаем и по чуть по фрейду не ошиблась есть такое ощущение чаемся и все остальное у меня нет сомнений что этот прекрасный розовый кубок будет украшать мою полку кубок блять доброго полудня дорогие телезрители или может быть вы смотрите на своих смартфонах наше потрясающее шоу богиня свиданий поехали о здорово я тут как раз творческом порыве а будет что-то сумасшедшее я чувствую я дейка чудакова не 23 года листа продюсер дизайнер извините от стилиста у вас что вот этот вот кислотный диджей на вас стильно я думаю что у меня маленькая квартира но нет нет и она здесь разводит дочка дэкстра видимо она еще себе сейчас я как раз издаю свой новый пиджак давайте напишем здесь в тф потому что у меня сейчас такое настроение что такое во-первых я не понимаю почему есть прекрасное знаешь имя например даниил вот почему да не написать есть в конце концов написал богиня свиданий ну как-то мне кажется мы тут будем наблюдать как грачев состарится прям и возможно даже поймает свой первый микро инсульт во время шоу ту 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 а почему вот эти вот которые баллончиком красят просто обычную одежду называть себя стилистами то есть когда я дома рисую картинки по номерам я художник когда музыку в наушниках слушаю переключаю следующий трек это значит я диджей а яйц по утрам как говорю я шеф классно и вот что у нас получается конечно я считаю я чувствую как белая пена выходит изо рта на я раньше шила но я поняла что шить это не для меня тоже мне руки сейчас я больше кастомлю не не это не кастомишь ты портишь это немножко разные вещи я хочу что меня либо любили очень сильно либо супер ненавидели потому что нейтральные отношения это господи сколько лет человеку 16 что это за инфантильные вообще высказывание я обожаю портить вещи я очень люблю кей-поп мне нравится танцевать как айдолы айдол конечно знаешь как название какого-то региона я вообще ничего не понимаю что она говорит мне все в мимо уше пролетает сложно как-то обратите внимание футбол как вам недавно взял просто мне прям понравилось все по цвет так типа вот так опа опа война вырежет к моего сумасхождение а мне вот любопытно читать ваши комментарии вы так часто как мы футболки хвалите мне прям приятно этого салона красоты это что корпоратив в суши баре у них что почему такие наряды ну шо это за танцы кружок сбились и вот так вот бегает ой ну это вам конечно да на батл с кадышевой надо да это я так со стороны выгляжу когда в сторис танцую да да это кошмар здесь у меня мои любимые стройки я очень люблю сейчас покажу кого чем бина этому без я не понимаю на ком языке она говорит и кто везде люди да у нас чисто с иди один вайп старый не ну мы очень хорошо выглядим я уверен что мы прекрасно феликс хенжин сын мин банчан чан бин были я так обожаю этого художника или монтажера кто-то все делает он мне очень нравится банчан где леноу где аен да тут все вперемешку тут чонгук из битис она позерша я понял ну уважение ладно так уж и быть но чуть-чуть мне очень нравится блондина с голубыми глазами сто процентов не очень высокий потому что мне не нравится смотреть снизу и вверх остроумные но не остроумные меня в общем я должна быть везде лучше но они должны быть близко ко мне я буду сейчас почитал это вот как лапшу заваривают такую какие-то сложно китайскую да блять просто кипяток там дали че мозги себе парят видео подростка я клянусь вам а нет нет не во всех они должны лучше меня готовить потому что я готовить не умеет поэтому парня я бы хотела такого домработного домохозяйского как мыло знаешь ой какой хозяйственный то у меня парень этот образ мне очень нравится потому что он прикольный я откают в подъездная русалочка рассказал так какая русалка где там эта русалка с чего вдруг ну хотя бы хвост был бы я еще поверил бы в это я познакомилась мальчиком на сайте знакомств и он мне рассказывает что у бати по ныне такая типа очень странно потому что я атеистка жесткая но это не мобай во время исповеди надеюсь этого не было такая ну садись дозе рассказывай что там но уступка и твой вайп айла экстракет такой воин христа тут я отсюда иди отсюда это наряд я называю дешевая очень дешевая ну неудачный ряд все школьницы японочка и если мне кажется я выйду так на свидание то наш парень просто умрет нет это у него не умрет у него хрустали глаза просто отвалится то грамм и убежит знаешь как будто бы какая-то змеючка примерила эту клетчатую юбку вот тебе бы еще вот этого разреза чтобы не было между шортами и ботфортами такой вообще такой за черный червяк а сверху просто вот это вот юбка в клетку я богиня свидания потому что я достаточно антипичная я люблю когда человек со мной на одном уровне и я яркая только сегодня и только сейчас стыдно ой как стыдно мне даже бывает стыдно когда знаешь какой-нибудь кафешки кого-то с днем рождения поздравляют официанты выносят торт да я это так понимаю блин я один раз так женой поругался это ужасная история свечка и с днем ра это надо все поют что вокруг ходишь такой талия я же тебя просила ты почему вы мне дарите то что я ненавижу как в детстве когда мама вместо подарка какую шапку подарил и меня минута позора а вот тут топовый стилист москвы подберет для нашего харизматичного парня супер офигенный образ смысле я не буду подбирать никакой образ с чего это вдруг и не ори так сильно там рыб распугаешь вдруг там кто-то рыбачит сейчас века сегодня я придумала нам прикольное с собой свидание ты любишь хоть по магазинам сегодня ты полюбишь это вообще есть люди которые любят хоть по магазинам ненавижу пойдем на наше свидание погнали я бы домой пошел уже ты знаешь я буду так вот я вперед пустил чтобы она сама собой разговаривала я уже ушел вообще чем ты занимаешься музыкант музыканда я люблю музыкантов но не рэперов ты не рэпер тогда все отлично я так понимаю это был единственный пункт который стоило бы до уточнить а все остальное сразу видно что вы действительно очень подходите друг другу я слышала что ты рыба по знаку зодиака да правильно это очень хорошо плавать умеешь а ты дева дева а дальше он не разбирается по всем спросил просто ради интереса ну она вообще не типичная дева кстати в ней от девы как ты любишь обычно одеваться ну что-то такое максимально простое там тихая молчаливая мы поняли скромная если я еще раз услышу слова вайб то меня стошнит а тебе нравится какие стили на девушках не знаю тоже максимально простые классика тоже естественно понятно я не в твоем вайбе мне кажется ну чё и да начинай я предупреждала предлагаю тебе собирать образы друг другу один образ в твоем стиле как бы ты ну видел меня второй образ в моем стиле а третий ну что-то между как блять весело безумно весело ты там сильно не следи строго на все нормально я уже выбрала кожаную куртку и вот такой офигенный пиджак но нашему георгию вряд ли он понравится но мы рискнем я думаю можно это взять попробовать с пиджаком ты не в ее стиле но я думаю и стоит попробовать итак я придумал тебе очень прикольные образы надеюсь тебе понравится я тоже постарался надеюсь тебе тоже понравится что лучше давай померяем давай погнали я не понимаю вообще сути свидания вот тут по шопингу ходить на первом свидании а чтобы что чтобы голым его увидеть марио который поднялся супер не идет ему не цвет не этот образ он реально как будто бы в какой-то униформе знаешь как этот сантехник там уж на час вызвали вот этот у него тут гаечный ключ и он сейчас тут прикрутит тут закрутит если что расстегнет да мы поняли я сказал да это уже потанцует и чтоб штаны вот так вот еще бум срывали я считаю что как плохо ваоооооой секса нет грациэс Зачем он ее поблагодарил на испанском? За что? Короче, я чисто нефор. То есть он считает, что... Что? Чисто нефор? С этой девушкой вообще нормально сходить, кстати. Вы прямо выбрасываете все, что угодно. Прикольно. Дермантиновая рубашка с дермантиновыми штанами носят только нефоры. Получается, я тоже нефор? Класс. Мне нравится быть нефором. Прикольно смотрится. Да, мне нравится, классно. Я люблю вот такие вот штуки. Краску, да, еще есть. Пусть что-нибудь напишет туда, может быть. Вот второй образ он делает и он делает его лучше, чем наша участница. Все-таки как-то вот он, видимо, ее почувствовал. Ну, это образ Романа как Романа. Я бы сказал так, свитер-ка себе классный, нужен такой себе свитер. Блядь, захотел теперь. Вот это грузинский мужчина. На свитер, кстати, тоже такой хочу. Где вы его покупали? Как будто я отомстил за тот кожаный костюм. Вот тебе очень идет. Я лучший стилист. Ну, первый за три образа. А вот здесь у нас есть сочетание по стилям и потому, как вообще им это идет. Я считаю, что одежда, сделанная своими руками, гораздо круче. Поэтому я хочу, чтобы ты со мной сегодня еще поехал поделать шмоточки нашими ручками. И погрузился в мой мир дизайна. Хорошо. Хорошо. Спросила, тебе нравится шопинг? Он прям гейничает, постепенно с ней. А поаккуратнее. Стилисты, я слышал, любят. Нет, идем на шопинг. А, точно, тебе же не нравится шопинг. Давай тогда делать одежду своими руками. Эл Логика. Мы с тобой сейчас будем переделывать пиджак. Давай тогда мы с тобой немножко, чуть переоденемся. Начнем тогда с порезания. Начнем с порезания. Это как будто толпа людей одного человека оскорбляет. Резать это вообще не надо. Друг, а как ты там, не знаю, обращаешься с продуктами тогда? Ты такой, порежь хлеба. Резать это не мое, поэтому. Вот так вот, да? Нормально, сейчас сделаем конфетку. Тебе отвечаю. Какие вообще тебе парни нравятся? Живые. Мне очень нравятся хозяйственные, которые умеют готовить. Ты умеешь? Ну так, 50 на 50. Позор, как стыдно. Кавказский мужчина не умеет готовить. Фу, кринч, пристыдить. Какие тебе девушки нравятся? Обычные. Так высокопарно. Так хочется, чтобы мужчина говорил про меня обычное. Ну, понимаешь, чтобы в тебе было ничего особенного. Ну, вот, чтобы ты улыбалась мне, да? А мне не вызывало ты никакой эмоции. Чтобы... Так, чтобы у тебя глаза были такого обычного цвета. Знаете, какой цвет, не назову, чтобы вот такой был. Чтобы я не запомнил, какая ты мне. Чтобы я не наслаждался твоим цветом волос. Потому что мне пох... Что еще? Что еще такого обычного мне бы тебе хотелось? А, ну, желательно, конечно, средне-специальное образование. Можно даже достаточно среднего. Ну, и, конечно, чтобы готовила яичницу, пельмени. Все в целом! Не, ну, я имею в виду все равно в любом случае, чтобы она... Допустим, я занимаюсь музыкой, она бы могла, не знаю, рисовать, например. Это очень обычно. Это совершенно обычно. Ну, творческие люди не бывают обычными. Они все с прибабаками. Ну, такое мне тоже строит. А я смотрю, ты немногословный, да? Интересно, как ты пишешь музыку. Просто идя по улице, я иду по асфальту, наблюдаю небо. Захожу в пятерочку, беру по акции пирожок. Выхожу из магазина, открываю пирожок. Оп, включи от домофона у меня с собой всегда. А, я забыл купить мусорные пакеты, потому что дома некуда бросать мусор. Моя жизнь обычная супку... Блядь. Ну, я все хунаешь, тебе... Вот я не согласен. Вот, вот, понимаешь, я же тоже вроде как там творческий человек, но я не в сприбабах. У меня даже справка есть, что у меня все нормально. Знаешь, я людей не покусаю вот так вот непонятно где во дворе. Так, что будем писать? Может быть, первые буквы наших имен? Так, я первая. Супер. ВИЧ. ВГ. ВИЧ. ВГ это. ВИЧ. ВИЧ. Теперь я бы хотела, чтобы ты это померил. Нет, ну слушай, это круто. Как будто собаки подрали. И панки еще на другую. Нет, нет, он как будто пьяный, короче, на граффити, который только покрасили, вот такая, обукатился, вот такой, стой, уснул. И вот так вот спал все время в этом пиджаке. Что, это я дарю тебе, получается? А, дай же мне. Все, спасибо. Я не понимаю этот вайп. Как в этом ходить можно, если честно? Ну, я вообще не понимаю этого. Блядь, просто пиджак ободран и покрасили обычной краской. Супер. Тоже спасибо. Ты молодец. Чудаковый, за свидание я ставлю 5 баллов. Ну, это было неинтересно, но немножко я вник. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Поэтому 5 баллов. О, привет. Ребят, заходите. У нас сегодня час очень много дел. Пойдем. Она уже двухгонная, да, походу, была? Какая деловая, ты посмотришь. Интересно, чем мы занимаемся, прекрасные леди. Меня зовут Александра Баранова. У меня свой бизнес. У меня два салона красоты сейчас. Отпусти меня. Я себя характеризую карьеристкой. Обожаю бизнес-леди. Диана, рилс собирать 8 марта не нужно, не заморачивайтесь, просто сохраните все исходники на диск. И все. Кать, завтра. Какая-то непостановочная, божечка. Еще с гербом, чтобы все было четко. 10.30 я с тобой заезжаю, мы едем, покупаем всю продукцию. Купаем всю продукцию, срочно акции, баррели. Она же, наверное, еще ногти пилит. Нет-нет, да, крипту купила. Сегодня я дома, но обычно я всю свою работу делаю в машине, либо в салонах. Рулю левым коленом, ем, по телефону разговариваю. Вот такие вот будни. Как тяжело рассказывать про свою работу, когда ты не работаешь. Это же опасно, я порицаю такое. Так нельзя себя вести за рулем. Ну, здрасте, куда это ты едешь? Тогда вон, запрягай, понимаешь, собак и на телеге катайся. Первую комнату я вам покажу. Это комната моей дочери. Прикольно, у нас в программе «Я ж мать». Ева, привет. Мама у меня. Да, какой погром ты навела. Вот как прикольно детей воспитывать, да, сейчас. Раньше как, вот к нам гости идут, мы пыль на стенах вытираем, а сейчас можно и портачить, и ничего не замечать. У нее еще и своя комната есть. Это вообще очень жирно. Я живу с мамой и с дочкой. Дочку воспитывает мама, занимается ей мама моя, потому что я занимаюсь бизнесом. Так я двоих могу сейчас сделать быстренько, отдать матери и заниматься бизнесом, которого у меня нет. Так хочется бизнес, а не знаю, какой. Никакой. вот она, святая святых. В своей комнате я сплю, наполняю сил, энергией. кровать твердая, кровать твердая, маленькая, неудобная, и, конечно же, без мужика, поэтому хочу другую. Слушай, ну кровать еще реально в этом коричневом, знаете, как лепеха. Вот это вот шла корова, вот так вот, ляп, и вот такая приблизительно кровать. Мужчина, который будет зарабатывать меньше меня, я привык к поездкам, к подаркам, к всего остального нет. А если мы мужики тоже так хотим? А губу закатать? Очень люблю красивую жизнь. Есть деньги, у тебя есть и красивый дом. Деньги есть, красивого дома нет. Как так-то? И красивой жизни тоже нет. У тебя есть красивая грудь, нос, попа. Несколько раз подходили женщины потрогать меня. А счастье-то, счастье-то есть, нет? Я грешна. Я тоже пару раз трогала силиконовую грудь. Завидую. В жизни не трогалась силиконовую грудь. Ни до, ни после. Разрешение спрашиваю, говорят, можно. Но есть такое ощущение, что врут. Типа проверяют. Интересные ощущения, не знаю. Я думаю, что не завидуют очень часто. Я тебя понимаю, нам, красивым, конечно, надо как-то вместе держаться. Это моя самая первая сумка. Купила в кредит. Долго страдала, переживала, но потом поняла, что я достойна этого. Зачем дорогие вещи покупать в кредит? Ты бы еще почку продала бы и купила бы сумку. Я люблю смуглых, люблю крупных, классные, обеспеченные. А самое главное, чтобы кто-то заботился по мне. Рома! Я смуглый, крупный, но не обеспеченный. Что делать будем? Наряд спортивный. В спортзале этот образ собирает все мужские взгляды, поэтому не исключено, что я надену этот наряд на свидание. Да как вы занимаетесь? Вот так вот собираю мужские взгляды. Я когда выхожу вот после спорта, у меня красные, волосы мокрые. И я не похожа вот на вот таких. Я не понимаю, а чем вы там в зале занимаетесь? М? Фотографироваться приходите? Я никогда не знакомлюсь в соцсетях, а тут смотрю что-то такое симпатичное. Ну и, короче, я согласилась пойти с ним на свидание. Встретил такой Аполлон. Потом я поняла, что он в интернете выискивает женщин, короче, альфонсы есть такие. Я напилась, выехал домой. Может быть, быть альфонсом, Ты так понимаю, что на свой счет напилась, да? Это же так удобно, это же так комфортно, это же так филигранно. ой, боже, как плохо. Амазонка. Мэй, Энджелэ, кваздин, always with me. Ой, боже, врач писал, что ли? Эфектно. В этом платье я была на фотосессии, и мне кажется, что я в нем просто богиня. Так, а у нее там еще и татуировка, My End, боже мой. Так у нее там должна быть размещена ее реклама. Ноготочки, девочки, записываемся, реснички. Удобно? Я красивая, интересная, веселая, поэтому я богиня свиданий. Что они будут делать? На автомойке будет свидание? Что, грудь будем ее мыть или как? Интересно, как будут брать за мойку ее груди? Как легковой или как паркетник? Привет, ну что, готовы видеть по-настоящему шикарную женщину? Вот это промо. Заходи внутрь и ищи раздевалку. У тебя есть ровно 10 минут, чтобы явиться передо мной. А то что? В тыкву превратишься? Понимаешь, такая, у меня время, я в 12 часов в тыкву превращаюсь. Не могу потом. А у вас тут есть раздевалки? Есть. На втором этаже, с левой стороны. Ага, спасибо. О, сообщение. А ты неплохо справляешь. У тебя есть еще 4 минуты, чтобы успеть. Номер твоего шкафчика стоит из... Значит... Мы что, играем в синего кита? Или как это называлось? Играешь? Я бы... Я бы сразу отказался и поехал домой. Сказал, не-не-не-не. Мы для меня цифры. Моей дочке 6 лет и я владелец двухсалона в Москве. Ищи шкафчик под этим номером. Безадуак. Алло. Переодевайся и беги ко мне. Хорошо. А она, конечно, не рассчитывала, что он будет супер эрудированный, да? Просто, да? Важные для меня цифры. Ребенку 6, 2 салона. Угадай! Привет, Саша. Очень рада знакомству. Очень приятно. Ну что, сегодня наше свидание проходит на такой необычной локации. Оно будет спортивное, интересное. Так, ну что... Ну, тело, однотонные вещи вообще не идут, я могу сказать. Он сразу превращается в какого-то сотрудника. Что только первый костюм на него надевали, что вот этот вот. Вот ему как-то комбинировать по-другому надо. Что, я предлагаю размяться. Я не понимаю, вот свидание же, оно должно быть как-то, ну, немножко романтично. А она сейчас выглядит как инструктор. Расскажи о себе. Всю жизнь пишу музыку. Она такая, мне подходит сразу в голове. До свидания. В записке я увидел, что ты там написал, что у тебя есть ребенок. Да, у меня есть прекрасная дочка. А то есть ты сейчас не состоишь в отношениях, да? Нет, не в отношениях, не в браке. Нет, я состою, просто ради прикола пришла сюда. Ну, так и муж у меня комфортик разрешает, все что угодно. А я себе секрет, почему? Что случилось? Вот ты стоишь, да, вот это вот потеешь, типа разминаешься и задаешь вопрос. Ну, что там у тебя дети есть? Ага, а с мужем что разошелось? Классный такой разговор, такой ненавязчивый такой. Мы будем проходить такую полосу препятствий. Давай попробуем. Она намекает, жизнь со мной, малыш, это ни разу не райское наслаждение, это полоса препятствий. А, такая она сложная, да? Детская. Ли единственное, что здесь скользко? Трэш. А так, не, нормально. Па-па. Спасибо. Вот это вот полоса препятствий, а где просто, знаешь, вот это, типа, убитое стекло, пройтись босиком по этому костру. У нас же добрая, прекрасная, замечательная программа про любовь. У нас какие-то такие должны быть испытания. Погнали. Это все ерунда. Ла-ла-ла-ла-ла. Давай. Я надеюсь, после такой сложной полосы препятствий главным подарком будет бик-мак. Иначе, ради такого я бы не пошел. Молодец. Ты поддержишь ее для меня? Давай. Ну, слушайте, ну, вообще, в принципе, это прикольно, но не для первого свидания. Можно было что-то придумать активное, мне кажется, но более-менее, понимаешь? А тут, ну, не знаю, пусть и догалич скажет свое мнение. Ну, хомячков, да, похожи-таки? Бегают там, прыгают, суетятся. Молодцы! Все, прошли. Давайте теперь по одному, мы засекаем время. Кто выигрывает, тот загадывает желание, проигравшего. Хорошо. В смысле? Еще раз? То же самое? Ты же бизнес там, вумен, туда-сюда. Ты же сама говорила, времени мало. Ты в меня веришь? Да, давай. Засекаю. Раз, два, три. Время пошло. Так. Нет, держись. Что, он, дети сзади стоят, думают, когда мы уже поиграем? Так. Так. Деньше, я думаю, легко. Я без тебя здесь не справлюсь. Ой, я без тебя здесь не справлюсь. Ой-ой-ой-ой-ой, ты смотри, положила глаз на мальчугана. Спасибо. Подожди, подожди. Да там время-то идет. Саша, Саша, Саша. Ну, наверное, прикольно, если вы уже давно знакомы, просто, типа, что-то, хотели, что-то такое, попробовать в детей поиграть, наверное, да, а так. Я вот смотрю, меня вообще, прям, меня вырубает в моменте. Саша. Держись, держись, прыгай. Все, стоп. Ура! Как тебе мое прохождение? Ну, ты достаточно быстро справилась. За минуту 57. Все, что мы видим, похоже на мыльный пузырь, потому что я ее вот в этой среде не представляю. Она ходит в рестораны, в бары. Я не думаю, что у нее было хоть раз и не свидание, где она вот проходила полосу препятствий. Вот. На старт! Внимание, марш! Быстрый! Молодец! Ну, это не самое лучшее качество. Давай, 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 давай. Шустрый, мальчик, шустрый. Молодец! Ну, разогрелось уже все, проявляется интерес чуть-чуть. Знаешь, когда купила краковскую колбасу, не знаешь, нравится она тебе или нет. Чемпион! Ой, ты меня что, обыграл? Ты такой сильный мужчина? Вау! Может быть, денег не дашь? Обнимашки! Так, уже все, она уже на него запрыгивает потихонечку. Сколько у меня секунд? Минута 10. Получается, я проиграл тебе желание? Ну, что ты выберешь? Давай. Мне надо подумать над желанием. Давай тебе три минуты для того, чтобы загадать желание. Может, стрижку? Я придумал желание, я хочу домой. Отпусти меня. Расскажи мне, какую музыку ты любишь? R&B, Soul. Я бы послушала, какие песни ты пишешь. Я тебе обязательно покажу. Кстати. Кстати, да. Желание придумал. Да. Давай, короче, ты будешь танцевать. Давай. Давай. Субтитры сделал DimaTorzok. Класс, танцуешь. Волгаска эта хуйня попала. Ах, это их танец. Классная фигура. Спасибо. Твоя идеальная девушка, это какая? Творческая, конечно. А куда обычные делись? Я не понял. Стремленная, умная, воспитанная. Ясно. Могу сказать, он потенциальная крыса, он подстраивается под ситуацию, да? Типа, смотря с кем общается. Я только развернулась и ушла. Не оба мне-то речь. Я человек-одиночка, наверное, по жизни. В последнее время сама со всем справляюсь. Ты молодец, что одна воспитываешь ребенка, еще и бизнесы свои. Делаешь там. Молодец, 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 молодец. Похвали всех. Как тебе сегодняшнее наше свидание? Мне свидание очень сильно понравилось. Мне было очень приятно с тобой познакомиться. Взаимно. Александра победитель по жизни, она завоеватель. И есть ощущение, что она пришла не на свидание, а побеждать. Поэтому никакой романтики его здесь не увидели и я ставлю пять баллов. Хей, привет. мой дом всегда... Даже не узнать ее сразу же. Хорошо выглядишь. От гостям проходите. Меня зовут Аня Кино. Кино, потому что я... Я придумываю фильмы. Фотограф. Ну, знаешь, я фото... Фотограф, поэтому моя фамилия жужелится. Такая же логика. Ну, хорошо, тогда я Ида Драма, потому что я винодел. И что? А у меня фамилия... И что? И что? Что, мне тоже придумать получается надо? Давайте попробуем. Я радик котиков, потому что люблю форель, хотел сказать, но это логично. Потому что люблю фиолетовый цвет. Уютная квартирка. Раковина страшная, правда. Квартирка уютная. Что мы видим первым делом, когда заходим ко мне домой? Конечно же, обезьянку. Я очень люблю необычные креативные вещи и не могу не притащить их. Судя по сережкам, это заметно. На норку. Вы знаете, что я идеально показываю обезьяну? Я развелась в Казахстане. Презулетела в Москву и просто почувствовала, что я дома. Говорят, что золотые рыбки продолжают расти до тех пор, пока им не станет тесно. То есть, если ты посадишь золотую рыбку в маленький аквариум, он станет маленьким. А если посадишь ее в водоем открытый, то это будет такой большой, серьезный карп. И я поняла, что в Москве... Да, даже в какой-то стране есть проблемы с этим большие, кстати говоря. Потому что много рыбы сливают в унитаз, они очень легко адаптированы к жизни на самом деле. И там выживают, разрастаются, и едят другие, там, не знаю, какашки, растут дальше, выплывают дальше, соответственно, в море, или там в воду какую-то другую, и поглощают и поглощают все, все, что возможно. Потому что они практически всеядны. Я могу расти. Чего? То есть... Такое себе будь золотой рыбкой ты. Что это за бред? А если запустить золотую рыбку в Баренцево море, она превратится в каких-то... Это все работа из моих проектов, где я и была автором идеи, и режиссировала, и снималась. Аватар дался тяжелее всего. Я мылась три раза. Я ходила неделю с синими ушами. Бедняжка, так страдала, наверное. Ой, тяжело было, да? Ужас. Это была цыганка Эсмеральда, и когда я шла от гримера до фотостудии, меня дважды просили погадать в лифте курьеры. Сколько сегодня чаевых будет? Погадай, пожалуйста. Я очень люблю людей. Я вообще никого не осуждаю. Это... Так вот я сейчас... Такое вранье! А как же парень абьюзер? Мама газлайтер? Ну не знаю, тут там еще соседи, которые шумят. Ну они, наверное, делают там просто ремонт громкий, и все. Ну не подумаешь, не поспала сегодня весь день, и сегодня у меня важная встреча. Ну господи, ну препод у меня токсичный кандон. Не любит женщину просто. Ну... Я его понимаю, я зря девочка родилась. Это очень крутой скилл, но мы здесь в этой программе втроем похвастаться этим не можем. Всех осуждаю, всех ненавижу, всех осуждаю. Всех не люблю, кроме Данила Грачева. Блин, ну это же мило. У моей мамы... Я это в жизни не поверю, в жизни не поверю. Нет, я очень всех люблю, тех, кто на меня подписан. Даже если вы оставляете плохие комментарии, вы имеете на это право, потому что вы терпите самого приятного человека. Был токсичный, стал токсичный. Магазин париков, и у меня, конечно же, немножко всегда лежит дома. А это удобно. Я когда вырасту, открою такой, знаешь, буду такой барон среди париков. Хочу сегодня с черными длинными, хочу с синими короткими, хочу просто шиньон в пределах. Ты что, с ума сошел уже? Ты что нам... Так вот хожу, как цирковая лошадь. Вот, например, этот парик я хочу использовать в новой фотосессии клоуну Шута. Боже мой, ну и парик, конечно. Знаешь, как будто бы винегрет на плойку накрутили. Год назад я развелась. У нас было довольно скандальное расставание. Он просто не хотел разводиться. А я не хотела его осуждать. А я понимала, что ну надо. Он сломал мне нос. И я его не осудила. Просто его стиль кулак очень сильно хотел попасть в мой нос. Вот придурок какой. Лучшими друзьями после этого мы не остались. Странно, ты же никого не осуждаешь. Просто у человека вот такая эмоция. Но в целом, ладно, если конструктив, я считаю, что любой мужчина, который поднимает на женщину руку, это уже не является мужчиной. Без каких-то левого оскорблений уже по факту, что наличие не делает вас мужчины в первую очередь, а слово мужчина идет от слова мужества. То есть мужчина определяется поступками и своими действиями. Сначала дело, потом слова. Ну, а если уже доходит до руку прикладства, это конченый, без оскорблений говорю. Я считаю, что мужчина не то, что может поднять руку, он может только заниматься самообороной. Соответственно, если на него уже нападают женщины с оружием, огнестрельным, холодным, не знаю, кулаками, ногтями, и то желателем поставить только щит. В остальном и просто убежать от этого. этого будет более чем достаточно. Я за здоровый образ жизни. Я слабо себе представляю рядом с собой парня, который любит выбить, покурить. Мне кажется, что в быту это будет очень сложно. Да ничего, нормально. Живем, притираемся. Говорит, суперадекватные эти вещи. Классная девчонка. В этом образе я чувствую себя шаманкой, которая... Что за шаманка? Сектанка ты? Как будто бабушка с ума сошла и связала все за один вечер. Может заколдовать любого принца. Этот костюм странный. Я не буду его осуждать, но вот Данила что-то, наверное, решит, проедьте. Ну, какой там и снежный человек здесь. Айдва сильно угадала. Айдва сильно говорила. Я стараюсь ходить на свидания, потому что они тоже привносят в жизнь классно. Стараюсь. Вот учусь уворачиваться от ударов. Вот, двоечку спокойно прохожу. Эмоции, интересное знакомство, какой-то нетворкинг. У меня, кстати, недавно был нетворкинг. Я поэтому такая румяная. Наверное, у меня бриллианты был поезд по свиданиям, потому что у меня не было неудачного, плохого, кринжового свидания. Только один брак. Ну, как-то то было плохо, а это как будто еще хуже. Даже странно. А в этом образе милашки, очаровашки и хорошие девочки, я пошла бы в музей, но мне кажется, тогда я стала бы главным экспонатом. Ань, ну куда, ну куда, с чего вдруг? Вот это вот, мы решили вдруг быть вот такой вот дерзкой. Ну, видно же, что это чешуя такая вот, селедочная. Я богиня свиданий, потому что я очень теплая, жизнерадостная, и я готова вдохновлять. А у нас какая-то что, богиня батарей, что ли? Знаешь, битва костров, мы же тут конкурс обогревателей. Привет! Как-то все неудачно склеено, я вообще, правильно сказал Грачев, это как будто селедка, вот как будто знаешь, с холодильника достали ее, вот эта вот голова у нее подмерзла чуть-чуть, вот беленькая досталась, аналетика, и вот, и он, видимо, в отделе с ягодами лежал каким-то, вот что тут, а их вот, которые растаяли, положили туда, чтобы заморозились, вот, и она на нее потекла. Меня зовут Георгий. Меня зовут Аня. Я фотограф. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что за медуза ей приземлилась на голову? Реально, вот это вот внизу селедка, на голове медуза. У тебя есть? Ну, видно по глазам, девочка очень добрая, очень хорошая, даже, ну, как-то язык особо не поворачивается. Прямо глазки очень добренькие. Есть какие-то подозрения, может быть, догадки? Я надеюсь, не красить меня будет? Чуть-чуть. Ну, есть такое чувство, что она не знает, что хочет сама, на самом деле, и эпатажные какие-то виды, и фотограф. Возможно, хочет участвовать в триатлоне и начать, ну, спортом, такой прям серьезным спортом. Попробуй. Такая сейчас. Разденет, и в эфси не покрасят. Кем вообще ты хотел в детстве стать? Музыкантом. Ты поешь? Да. Прямо с детства? Да. Вау, круто. Какие твои любимые мультфильмы или фильмы были в детстве? Скуби-Ду. Скуби-Ду? Да. Мне тоже нравился Скуби-Ду. Шрек мне еще нравился. Шрек же был недавно. Да, я тоже так думал. Я еще, мне казалось, что Шрек уже мне не в детстве вышел. Я понял, что я не был ребенком, когда вышел Шрек. Шрек был давно. Я просто старая. Мне нравится, когда мы всегда на одном вайбе в этом плане. Неприятно. Чуть-чуть видосток. Георгий, если ты нас слышишь, один знак, и мы тебя спасем. А у тебя были когда-нибудь профессиональные фотосессии? Конечно, да. А что это за мейкап у него такой? Трубочист? Для своего трекеза. Сейчас по шахтам будет лазить он? Писок. Конечно, да. Прямо американский бог наверное тебя снимал в профессиональной фотосессии. Чуть-чуть драйв. О, господи. Джек просто одеваем в бомжа. Кичангу? Нет. У Джеки Чана никогда не было драйвов. Ты что, никогда не смотрел «Доспехи бога»? Ты можешь на себя посмотреть? «Доспехи бога» очень старый фильм, если что, и да. Ааа, нифига себе. Я кукуруза. А, кстати, я реально похож. Хочу, чтобы парень так на себя реагировал. О, нифига себе! Новый маникюр! Мне кажется, мы круто смотрим. Вот так, смотри. Ну да, в принципе, неплохо, конечно. Это межгалактическое, ну, не понять что, да? И он. Джек Воробей в джинсах. Тебе нужно полностью переодеться в образ, поэтому давай, переодевайся, я тебя жду. Хорошо. Вау! Все, как тебе? Ну, вот это другое дело. Тебе нужно будет сейчас закрыть глаза, и мы пойдем непосредственно дальше. А именно воровать и нападать на судно. Всем на абортаж! Можешь открывать глаза. Ты понимаешь, что мы сейчас будем делать? Плавать. А что еще? А-а-а, мы будем фотографироваться, да? У меня в этом бассейне тоже была съемка, только я там не плавал. Ты умеешь, кстати, плавать? Да, конечно. Супер. А когда-нибудь открывал глаза под водой? Ну, пробовал, да. Давайте будем надеяться, что у него с собой есть запасные трусишки, а то поедет на метро мокрых и простой лица. У меня будет микрофон, и я буду подсказывать, как тебе позировать, как тебе тонуть, плыть и так далее. Окей, договорились. Как тебе тонуть? Не надо таких подсказок, милая. Ныряй и с закрытыми глазами откинь руки в разные стороны. Давай. Молодец, молодец. Давай. Так прикольно всегда, на самом деле. У парня будет фотографии, она с ним общается, коммунистирует. Ну, как будто она просто делает свою работу. при этом. Попробуем без дред. Без дред? Да. Орландо Блум прям тут уже. Это потрясающие кадры. Там сейчас сам Джонни Де, понимаешь? Локти кусать будет, потому что потрясающие кадры. Мы покажем вам сегодня потрясающие кадры. Круто, очень, очень хорошо. ныряй под воду и делай вид, как будто ты разрываешь на себе одежду. А, да. Такая отдыхалка должна быть хорошая. Вот я сколько могу задерживать дыхание? Все? Да я не в бассейне, правильно? Мне нужно отлучиться буквально на пять минут. хорошо. Покакать пошла, наверное. Вау, какая красивая русалочка. Спасибо. Ну, странная, конечно, фантазия, но типа его надо было нарядить тогда этим Себастьяном, вот этим крабом, да? А она русалочка. Глази говоря, он хорошо подметил. А так что, Джонни Де будет трахать рыбу, что ли? Ну, такое себе. Все, а вот вот этот? И вообще, я всегда думал, странный вопрос у меня был, как и русалки спариваются, если они есть. Ну, как вот эти обычные селедки, типа, почему-то они не рестятся, они в этот, в речку, так вот, не поднимаются вверх. Ну, то есть, она же получается рыба, и человек, все равно, должны быть какие-то рыбьи инстинкты в этом плане. А кентавр? Ну, с кентавром гораздо проще. О, а как они дитеры? Это же плод неудобный, это же буква Г есть, а вылезает такая, непонятная вообще. Ой, понапридумывают этот. Слушайте, руки-крюки. Я сейчас нырну вместе с тобой, а там внизу стоит моя камера, и она записывает видео. И я просто потом вырежу самые красивые моменты. Люди ко мне русалка. Мне стыдно. Непонятно почему. Давай сделаем такой художественный красивый камер. Мы будем тянуться руками друг к другу под водой. Раз, два, три. Пока некрасиво, да, как-то получается? Такое, да, так себе. вообще-то. Ладно, задумка хорошая. Воплощение дерьмо. Гео, это было очень круто. Пойдем смотреть, что получилось? Пойдем. Слушай, вот это хорошее свидание. Вот мне нравится, хоть побылись, да, ребята? Блядь. Тебя не слишком шокировало свидание? Нет, конечно, ты что? Тебя же каждый день плаваю в бассейне в костюме. Ну, давай смотреть фотки. Давай. У тебя очень круто получилось вжиться в образ. Вот это, кстати, тоже прикольная фотка. Какие потрясающие кадры. Разнос. Кстати, неплохо получ... Не, ну я, конечно, у меня лучше получилось. Я думал, у него будет, знаешь, что-нибудь, типа вот это... Вот так вот, понимаешь? А там нет. У меня, кстати, в треках есть одна демка и там название песен называется «Море». Вау. Ну, для обложки подойдет. Вау. Я хочу купить у них курс по лицемерному восхищению. Вот это. Вау, круто. Очень классно. Вау. Здорово. Очень сильно понравилось это свидание. Некоторые фотографии я добавлю в всякие социальные сети свои. Такой выгодник, да, Это сюда фотография, это на обложку, это вон туда, это я дом повешу. И все, на халяву, главное, посмотри. Я хочу тебе кое-что подарить на память об этом свидании. Давай. Это для тебя. Очень, на самом деле, крутая фотография. Прям, у-у-у, да, поставь. Как раз покажешь твоей новой девушке. То, что нужно, выбрала. А ты посмотри, какая, а, застолбила, чтобы он дома, да, поставил, вот это вот, чтобы смотрел. Ах, ха-ха-ха-ха-ха. Это опасно вообще, такие фотографии дома держать, если вы не в отношениях там. А то бабуши в гости придут, скажут, а кто это? А что? А почему наш мальчик вырос, а мы до сих пор не знаем? Спасибо. Все, давай. Мне было приятно с тобой познакомиться. Я думаю, мы с тобой еще увидимся. Я тоже, пока. Давай. Аня, это было суперклассное свидание. Мне понравилось, и мне самому хотелось бы попробовать какую-то такую тему. Поэтому от меня получаешь 8 баллов, а по моей шкале это ха-ха-ха, практически 188. Вика, мне кажется, ты от меня заразилась. Чем? Кудрашками. Так я же всегда кудрява была. Я тогда просто залезала, чтобы все видели мои злые глаза. Ты из мультика «Ну, погоди» вышла. Где там они на сцене пели с парики в рыжем. Саша, ну... Да, ты тоже. Она такая же старая, как мы видим. Шаришь за на пугаде. Не, ну объективно она хорошо, выглядит очень красиво, на самом деле. Да и все эти членки на самом деле очень милые, красивые. Ни какого-то лютого кринжа я тут не видел. Мне кажется, сейчас и выиграет последнее свидание, типа, будет объективно. Как будто бы слишком все объективно. Наверное, это что-то было на спорте. Вы делаете зарядку? Гимнастику. Если бы я пошла на свидание, вы там занимались типа зарядкой или типа того, я бы ушла оттуда. Мне кажется, это жесть какая-то. Он же творческая душа. Я не знаю. Мне кажется, ему было скучно на Сашином свидании. У нас частично присутствовал нюд. Сочувствую. Если раньше она была аниматором, то сейчас она как этот блестящий шар с волосами. Привет, богиня. Привет. Давайте узнаем, как прошли ваше свидание. Внимание на экран. Я надеюсь, не красит меня будет. Чуть-чуть. Чуть-чуть блесток. Ага. Это что, дреды? Вау. Что, как тебе? Ну, вот это другое дело. Костюм прикольный. Таких эротических фантазий я не представляла в принципе. Нет, ну, Джек Фороби мне нравится. Я в детстве постоянно пересматривала, но Гео не того вайба. Не того вайба. у тебя очень круто получилось вот это тоже прикольно как свидание ок но как будто бы если это первое как будто бы не очень как вам свидание они мне кажется тяжеловато общаться когда такое свидание как будто бы сложно наладить под водой в принципе тяжело как-то разговаривать мое мнение по поводу анина свидания конечно кому-то будет неадекватно согласиться но если бы я была бы я и ну что давайте посмотрим следующее свидание внимание на экран топовый стилист москвы подберет для нашего харизматичного парня супер офигенный образ я считаю что секси грациэс короче я чисто нефор чисто нефор он ну ты какой по моему очень сильно вы друг другу подобрали образы мне кажется угадал ваш стиль он в первой не очень остальные средненькие века у меня опыта чуть-чуть побольше твоего мужчину нужно раздевать а не одевать как чем-то помог он же от тебя ушел по итогу причем как бы отбивался им сказал даже платы это кого-то можно сильно цеплять то что я так типа отшучиваюсь в этом плане просто забейте типа и все просто у кого то бывают такие вещи типа триггерят и как ты можешь об этом говорить что-то еще могу у меня у него у самого жизни сахар кучу проблем ростом ироне то единственное что во мне есть у ужасного и одновременно прекрасного нормально сейчас сделаем конфетки отвечают и услышать это круто так это у нас был клуб очумелые ручки какой-то токсичный стал вокруг всяких порта ну я думаю что на уроках труда он такой уже проделывал девочки как вам такое свидание для меня не ожиданно что это адекватно но вкусно от ног прикольно кто-то почему она должна быть не адекватным я что выгляжу как какой-то шизик саша на данный свидание внимание на экран мы будем проходить такую полосу препятствий на самом деле это было прикольно весело быстро легко но тяжело потому что там такие штуки были которые или типа не прыгали на батутах но это как-то тупо ну и что 15 лет девочки как вам свидание это как будто бы ревнуешь по моему было весело прикольно реально да посмотрите на глаза она расстроена я думаю что саша гео не впечатлила он как творческая душа хотел бы блистать но тут блистает саша ну что дамы пришла пора узнать сколько баллов вам поставили наши эксперты александра 10 баллов саша мне твое свидание не понравилось потому что я вообще не понимаю его смысл но это вроде бы как детская какая-то развлекуха мне кажется никто особо не кайфанул получать за него два балла александре барановой за свидание оставлю три балла это было скучно понимаете виктории наши члены жюри поставили 12 баллов века твое свидание было ни о чем но скучный шоппинг тем более с человеком которому это не нравится георгий с этим шоппингом справился кстати лучше за свое свидание от меня ты получаешь 2 это свидание мне не понравилось наши герои не раскрылись мы не узнали ничего нового вика чудакова получает 5 баллов и анечке досталось 18 баллов хорошо свидание было интересным творческим душевным и нашему какие герои очень понравилось как и мне поэтому я ставлю 9 баллов не 10 потому что в этом бассейне не было меня уважаемая просто устроила фотосессию чуваку и все вам за свидание я ставлю один балл ничего не скажем потому что гео выставил тоже свои оценки то тут все понятно и мы прямо сейчас мы можно узнать готовы в дэх мы начнем с александры Iris 8 баллов гео стоит 8 баллов потому что адекватное всегда не были стильная молодежная такое виктория 10 баллов шоу гелты и какого-то не помню что на лицемеришь 10 но я знал что так будет поэтому типа это же дай аня что у вас конверте 9 баллов ну он они распределил по своей какой-то визуал визуализации наверно кто больше понравился то там и поставил больше баллов я довольна я довольна этой оценкой всегда есть чему стремиться таким образом набрав 27 баллов побеждает и становится богиней свиданий победы так себе они как бы тут нечему завидовать удачей к сожалению должен сказать что твой парень гео не приехал сегодня это как знаете как те самые челы которые берут номер а потом не звонят тебе но записал для тебя видео еду но приехал его брат он очень похож давай посмотрим с тобой вместе привет девочки спасибо большое заседание мне очень они понравились каждый заст очень сильно постарался сделать все по-своему извините пожалуйста меня сегодня не было у меня просто концерт у него олимпийский мне было времени совершенно мы что меня подошел форс-мажор анечка вопрос к тебе готовы ли ты сходиться на на свидание которое организую я всем спасибо всех люблю анечка ну что скажи пожалуйста готова ли прям это было очень искренне он прям рад победе анны я смотрю ты пойти на свидание мы толком с ним не пообщались поэтому надо пообщаться надо сходить ты согласна да супер вот этот букет тебе то он творчески поет она там что-то там делает нет ну она его не осуждает что он не приехал потому что она любит всех людей совсем разные мы провожаем тебя под эти бурные аплодисменты девочки боже это если честно самое наверное какая-то грустная концовка за все время хоть сказать честная победа какая честная когда кубок не приехал ну в общем и целом очень все адекватно очень все спокойно если вам нравится в день свидания то ставьте пожалуйста лайк я в целом вижу что он набирает в среднем такие нормальные просмотры на моем канале хорошо мне и нравится но бывает серии конечно который и не нравится также мы смотрим мистер икса сейчас на бусте если кто-то пропускает и моменты и так далее я надеюсь что пятница начнет их выкладывать на ютюбе и мы соответственно и потом сможем выкладывать тоже на youtube просто это будет гораздо позже это было как в прошлый раз первом сезоне они выкладывали сначала на одной площадке через какое-то время выкладывали потом на ютубе и через три дня можно было выкладывать реакцию только в таком случае потому что есть определенные моменты авторские права и так далее живем не в простое время но с хорошими людьми это я конкретно про тебя большое тебе спасибо надеюсь нашлось время поставить лайк и в целом чё-то я много пока пока и